Так, ну что, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Михаил Климчук, я рад вас приветствовать на канале Бородачи ТВ. Сегодня очень интересная тема, не переключайтесь и досмотрите ее до конца. Тема нашего эфира – политическая ситуация в стране, ситуация, которая не может оставить без участия гражданина нашей страны, потому что то, что сейчас происходит, волнует, я думаю, большинство людей, которые, во-первых, каждый день проживают в этой стране, видят этот беспредел, то, что люди не могут реализовать свои права гражданские, нарушаются всяческие свободы, и люди выходят на митинги, которые при том, что еще озвучиваются в таком ключе, что они являются несанкционированы. А также есть много вопросов, связанных и с детьми, поэтому тема очень интересная, прошу всех досмотреть внимательно. Мы сейчас будем этот вопрос обсуждать. В гостях находится Глеб Анатольевич Худяков. Всем привет! Да, бывший преподаватель школы номер один, сейчас он занимается бизнесом, и немножко тоже и про бизнес поговорим. Ну, и только бизнесом, да, у меня еще. Да, вообще в целом. Творческая составляющая. Да, но больше всего тема нашего эфира – это все-таки политическая ситуация в стране. Слушай, Глеб, скажи, пожалуйста, ну, вообще в твоем понимании, что такое политика, где она начинается и где она заканчивается? Слушай, политика, ну, это, скорее всего, по большей степени игра. Игра людей за какие-то определенные посты, занимаемые во власти. Вот что такое политика. В принципе, в этом слове ничего хорошего, можно сказать, нет. Ну, слушай, смотри, вот у меня, для меня лично, да, что такое политика? Политика – это некое социальное объявление своего какого-то мнения в рамках того, чтобы общество либо его принимает, либо его игнорирует, но так или иначе я взял и его объявил, да, то есть объявил о каком-то своем определенном статусе. Ну, например, когда люди говорят, что он, например, вне политики, это правда или человек все-таки сам себя обманывает? Конечно, он себя обманывает, в любом случае в политике находится. В любом случае в политике, да. В политике, да, там это огромное количество законов, все различные принимаемых для кого-то, по большей степени эти законы все действуют. Само собой, если он их не исполняет, эти законы, то он, видимо, вне политики находится. Но в любом случае их исполняет. В любом случае любое гражданское проявление какого-то направлено на действие. Ну, например, если человека бьют, да, то есть унижают, и ты проходишь мимо, значит, ты становишься кем? Соучастником того, что... Ты соучастник, да. Соучастником, да. Поэтому здесь очень важно понимать, что политика это не что-то такое, нас не касается, это касается всех и вся. Особенно для тех, кто все-таки живет в гражданской стране. В итоге, где она начинается и где заканчивается, вот этот немножко вот момент разобрать. Потому что сейчас идет такая волна, что дети участвуют в политической жизни. Опять же, почему они участвуют, давай вот этот момент тоже более подробно обсудим. Ну, во-первых, да, здесь я, конечно, не фанат наших гражданских каналов и всего остального, но там они всегда заявляют одно единственное слово. Это модно. В принципе, если дети, если им заняться, в принципе, нечем, тоже в образовательных учреждениях, либо в спортивных каких-то организациях... Зачем это делать? Я всегда объясню, да, саму принцип проявления, да, почему дети вмешиваются в политику. Во-первых, да, это модно, и во-вторых, им заняться, в принципе, нечем детям. В мое время, да, мы росли в 90-е годы, в принципе, да, хотя сам понимаешь, это была политическая ситуация, мы тоже могли выходить на улицы, но мы не выходили. Почему? Потому что нам было чем заняться, в принципе. И нас это не особо интересовало. То есть мы росли, мы развивались, мы получали свое мнение о определенных действиях. И сейчас, да, мы уже выросли, мы можем спокойненько там, ну, вмешиваться на какие-то политические версии, ну, высказывать свое личное мнение, да, выходить, там, допустим, на митнике, кто это делает, выходит, либо как мы сейчас с тобой просто с ним разговариваем, да. Если здесь сядут дети будут разговаривать, то это, вряд ли они сделают какие-то хорошие умозаключения, это все превратится после какой-то определенного балагана. Поэтому дети, по большей степени, выходят от того, что им делать нечего. Это, во-первых. Во-вторых, да, у них есть своя какая-то социальная позиция, им надоела эта ситуация, которая происходит там, где вот, ну, в том социальной степени, в котором они находятся. Это школы, допустим, спорт. Школа уже давно прекратила быть бесплатным образованием, да, ты сам понимаешь, что хорошее качество образования получить в школе, нужно платить деньги, то есть нанимать репетиторов, куда-то ходить, чем-то заниматься, то есть хорошего качества ты просто в школе не получишь. Понятно, что детям это дело не нравится, да. Детям не нравится другая ситуация, то, что происходит с политической точки зрения нашей страны, что власть не меняется, да, и невозможно, в принципе. Они все это видят, они сидят в интернете, они все это дело себе накапливают. Обсуждают между собой. Обсуждают между собой, да. И, конечно же, когда происходит какая-то массовая забастовка, ну, либо, как сейчас, массовые митинги, то дети туда выходят. С одной стороны, стоит ли им туда выходить? Вот это уже большой другой вопрос. Какую, наоборот, либо они пользу принесут, либо они вред принесут своим выходом туда. Ну, вот смотри, я не случайно начал сейчас как бы листать книгу, пока ты говорил. Очень интересная книга, называется «Поведение потребителя». Вообще, просто я ее всем рекомендую прочитать. Вот эта книга «Поведение потребителя», она выпущена в 2009 году. И здесь, начиная там где-то приблизительно с 500-й страницы, как раз говорится о культуре. И существует определенная триада культурных ценностей. Это семья, это религия, это образование и жизненный опыт, который человек индивидуум обладает. То есть, зная об этих составляющих культурных, можно понять, куда будет развиваться общество. Я сейчас просто к чему подвожу, почему участвуют дети, у меня более, наверное, немножко расширенное представление, потому что, читая книгу, еще раз говорю, мир не будет таким, как прежде. Особенно вот после чтения этой книги. То есть, суть-суть к чему. Что дети, во-первых, почему они участвуют? Потому что, ты знаешь, на кухне, скажем так, родители общаются, и они обсуждают политическую ситуацию. Дети видят, что любое изменение в поведении взрослого человека приводит к тому, что у него тоже формируется некое свое мнение. Он видит, что папа и мама не могут себе что-то позволить. Они видят ситуацию, что они не могут выехать или отдохнуть. И, видя эту всю ситуацию, у них это накапливается. Это один момент. Теперь очень важный момент, опять возвращаясь к книге замечательной. Что ты, что я, мы являемся, так как мы рождены, были, скажем так, восьмого года по 2000-е годы, это дети поколения N. Еще Y его называют, Generation. Слышал, наверное, такую рекламу. Это люди, которые отрицают любое, скажем так, насилие, которое присуще вообще в стране. Я сейчас просто, возвращаясь к детям, вот смотри, видишь, вот это ножик, вот это самолет, вот это вообще какая-то заточка, я не знаю, вот так это, какой-то есть такие ножи, там, может, фильм смотрел, там, каким-то с тайваньским участием, там, не помню, кого там, кораблик. Все это относится к каким игрушкам вообще? Военным. Военные игрушки, конечно, да. Чтобы ты понимал, вот именно вот это делает мой ребенок на уроке технологии в школе номер 9 города Сосновый гор. Им включают видео, как сделать из бумажки, казалось бы, поделка, творчество. Обратите внимание, что именно. Я просто сейчас к чему подвожу медленно, что в нашей стране насаждается, как правильно, металлизм? Патриотизм. Это не патриотизм. Военный патриотизм. Да, военный патриотизм. Военный патриотизм. Я просто сделал маленькую ремарочку, перед тем, как я вот готовился. Вот смотри, страна, напавшая на Советский Союз в 1941 году и унесшая миллионы жизней с обоих сторон, пропагандирует семейные ценности. Я сейчас говорю про Германию. Я понимаю, да? Пропагандирует семейные ценности. Всячески возводит культ семьи. То есть, если мы сейчас посмотрим на современный памятник Германии, то мы можем увидеть маму, держащую, то есть ребенка, держащую мать за руку. Или там семью из трех человек, четырех человек. У нас вот сейчас выйди в Сосновый Бор, вот прямо, ну, не здесь, а там, скажем так, выйди напротив церкви, какой памятник стоит? Военным, да? Военным. Военным. У нас везде идет военная тематика. Военный пропагандистик, да? Это пропаганда. Я сейчас просто подвожу и подвожу, да? Все к чему идет просто. Дело в том, что, когда я говорил о поколении N, Generation, это мы с тобой, но у нас есть дети. И сейчас это поколение уже не Y, как мы его считаем, это поколение Z. Это люди, которые, это мы впитали то, что есть интернет, мы на него ставим ставку, потому что он нам дает совершенно другие преимущества по отношению к семейным ценам. С помними, я говорил про триаду. Существует религия, семья и образование. И когда дети, вот мы, да, возмущаемся тем образованием, которое нам впитывается, я уже показал. Те дети, которые играют в игрушки, там, да, они видят все совершенно по-другому. Они уже рождены в эпоху интернета. Это совершенно другое поколение. Я просто подвожу итог, что существующая система, я бы сказал, знаешь, вот, может быть, назвать ролик не политической ситуации в стране, а Путин-ов. Ну, типа, Путин вышел из линии участников, да. Он уже, и тех, кто его поддерживает, это то поколение, которое, рожденное после военное время, еще называется Baby Boom. Ну, если сравнивать это с Соединенных Штатов Америки, называется Baby Boom. Это дети-победители. Дети-победители, которые привели страну к фашизму, грубо говоря, который присутствует в стране. Любое попирательство, прав и свобод граждан является фашизмом. Просто не все знают историю формирования фашизма. Фашизм, а чтобы было понятно, да, опять тоже не знают. Германия у нас, они не были фашистами. Они были националисты. Они были националисты и социалисты. Да. То же самое, что в Советском Союзе тоже были социалисты. И для того, чтобы как-то оправдать, что один социализм, а это имперские, скажем так, амбиции, воюют с другими имперскими амбициями, нужно было как-то обозвать это дело по-другому. Вызвать идеологию совершенно другую. То, что я сейчас говорю, я никоим образом не принижаю тех подвигов, что совершили граждане не только нашей страны, а всего мира, потому что Соединенные Штаты Америки, Англии, все страны участвовали в освобождении и избавлении от этого фашистского ига и именно вот этого национализма, где эти правильные, а вот эти неправильные. Поэтому та ситуация, которая у нас сейчас, вот которую мы именно политически говорим, она приводит к тому, как ты лично считаешь, общество разделилось у нас сейчас или все-таки пока еще цельно? Общество разделено. 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 Это в любом случае. Мы прекрасно с тобой видим, даже наше поколение собственное. По сути дела, есть те, кто поддерживает ту ситуацию. Но это так называемые слепые котята, я их называю. Я с тобой полностью согласен. Которые в принципе есть слепые, есть те, кто неинтралитет, который занимает, те, кто вне политики, так называемые. Есть те, кто как раз хотят каких-то изменений определенных. Ну и теперь просто нужно разбить по социальным положениям этих людей. Есть бедные люди, которые в принципе, вот они как раз и вне политики. Потому что они бедные, у них есть какие-то ипотеки определенные, они боятся потерять. То есть они и так на дне находятся, они боятся пробить это дно. Поэтому они как бы стараются, соглашаются с тем, что им скидывают сверху. Ничего абсолютно не делают. Это превращается в такой рабовладельческий строй, другим словом, с этими людьми происходит. То есть как бы по факту рабов нету, но по закону их нету в нашей стране рабовладельческого строй. Но так они по идее существуют. Они работают на большие какие-то компании эллигархические. И прекрасно понимают, если будет какой-то протест с их стороны оказываться, то они будут уволены. То есть по сути дела потеряют все. Я хочу сразу вставить маленькую ремарочку по поводу вообще недвижимости. Вообще просто вот в России, в отличие там может быть от других стран, потеря недвижимости это не страшно. Ну просто это не страшно. Вот взять тоже Германию. У них дешевле жить в арендуемой квартире, чем в собственной. Слишком дорогие большие налоги. У нас же это единственное, ради чего стоит жить. Так понимает большинство. Почему? Я совсем недавно общался. Ну вот у меня, ну я занимаюсь различными видами бизнесов. И сейчас я вошел в строительный бизнес. Ну вот, скажем так, в июле месяце, это уже будет как год, как я начал заниматься этим бизнесом, строителем. Я переоценил очень много. Ну то есть, чем больше я чем-то занимаюсь, тем больше я о чем-то узнаю, тем больше у меня появляются какие-то знания. Да, тем больше я понимаю, что можно сделать. Просто все пытаются жить в будущем. Либо в прошлом. Но мы живем здесь и сейчас. Вот если ты проснулся сегодня, а вот я вот сегодня проснулся, я должен благодарить кого? Наверное, свое тело за то, что оно позволило мне встать, и за то, что я в сознании нахожусь, и в том, что я что-то могу сделать здесь и сейчас. И мой капитал, это лично исключительно мое время. И мои знания, которыми я обладаю в течение дня, я их накапливаю. Конечно, да. Именно это я и постоянно приумножаю. Я как бы начал про недвижимость. Сейчас я вот подвожу. Как говорится, с Камчатки начал, подвожу. Ты знаешь, вот в бизнесе, как и во многих вообще вещах, особенно для, важно это для критического мышления, для какой-то аналитики, важно как можно больше знания о переменах. Тогда решение задач сводится к простому элементу. Нет, это просто ты уже готов. Ты уже готов к решению. Да. Да, тем больше перемен. Так вот, по поводу недвижимости. Ну, ты же знаешь Дмитрия, нашего общего знакомого сексолога Гарина. Гарина, да. Он видит эту ситуацию, что я занимаюсь бизнесом. Он говорит, слушай, а если я продам квартиру? Мы можем приумножить. Я говорю, почему нет, можем. Да. То есть, у него, вот только слушайтесь, у него есть недвижимость, апартамент. То есть, он там не может прописаться по нашему законодательству, он может только в жилом фонде прописаться. У него временная прописка. И он правильно говорит, слушай, а я же могу ее продать. Можешь ли приумножить? Можешь. То есть, чем ты рискуешь? Продав квартиру в Санкт-Петербурге, построив дом за эти деньги в другом месте, ты что приобретаешь? Ты приобретаешь гарантию того, что ты хочешь заработать, например. Ты вкладываешь эти деньги в строительство, ну и платишь, например, ну понятно, что ты зарабатываешь, ты можешь себе позволить арендовать помещение на какой-то промежуток времени. Это может быть и за 6 месяцев, за 8 месяцев, может год ты будешь продавать, не важно. Но у тебя есть гарантия, если не продаст. У тебя есть то, где ты можешь просто, ну вот, понравилось, ты же строил как для себя. Мы все-таки, когда для себя строим, мы строим это, знаешь, любя. И люди, которые хотят купить квартиру, ну не квартиру, а вот дом, они смотрят на твой как бы, на твою ауру, которую ты формируешь именно в этом недвижимости. Ну вот, вот таким образом я сейчас к чему подвожу, что если ты расширишь свое сознание, то нет никаких ограничений. Люди сами себя ограничивают в своем развитии. Вот, ну немножко как бы так отдалились от политики, перешли. Конечно, да, люди сами себя, я перелел немножко. Люди, во-первых, чем ограничивают себя, они, страх, да, у них возникает то, что типа я не смогу, у меня не получится. Это по большей степени страх ботаника, другим словом, да, когда вот учился в школе, там, ты боялся поднять руку, сомневаясь в том, что ты прав или не прав. Да, и допустим, там, если ты отвечал на вопрос, получал двойку, то все, это тебя убивало максимально. Учитель говорил, там тебе, ты дурак, садись. Вместо того, что она как-то тебя поддержать и сказать, подучи еще немножко, да, типа в этом плане, что ты немножко правильно сказал, но чего-то не хватает. Нет. Это такая система, которая была привита, в принципе, с детства. И большинство людей в наше время сейчас нынешнее, в нашем возрасте с тобой боятся что-то сделать, сделать какой-то шаг вперед, они боятся упасть. Хотя, почему бы нет, почему бы не падать-то? Главное дело, как падать. Да, вот стать всегда можно. Подводя просто для всех наших внимательных зрителей и для тех, кто вообще пытается заниматься политикой, политологией, Я хочу как бы сказать о четырех дисциплинах, которые вообще должен знать не только экономист, но это вообще экономист изучает это. Это антропология, это социология, это экономика и это... Так, сейчас четвертая, секунду. Так, социология, экономика, антропология и психология. Вот четыре основные системы, в которых нужно немножко разбираться, для того, чтобы понимать, куда движется дальше общество. Я почему говорю об этой книге замечательной? Потому что здесь есть возрастные, ну такая табличка называется возрастные группы, поколения, ну тут американские потребители, то есть мы немножко отличаемся, понятно, что и под нас тоже это все можно насобирать, все это дело существует, в определенных учебных заведениях все это проходится. Я к чему? Тут вот как раз вот есть периоды, кто когда рождался, как он относится к сексу, как он относится к религии, как он относится к музыке, именно вот эти все вещи формирует. То есть, грубо говоря, если мы сейчас понимаем, а у нас все очень сильно упростилось касаемо музыки, да, мы сейчас подходим к Матгерштерну, это музыка, не произноси это слово, это не музыка, это я тебе как музыкант могу сказать. Нет, я к чему, я сейчас к чему, все очень сильно упростилось и знаешь, вот когда идет движение культуры в сторону широких масс, то есть не высокой культуры, а именно широких масс, широкие массы, получается, диктуют, и здесь вот есть небольшое заблуждение. Слушай, да, здесь, мне кажется, не то, что широкие массы, здесь вот знаешь, больше всего, что происходит, даже вот с этим Матгерштерном и другими, да, здесь просто есть какой-то косяк определенных порюсеров, всего остального, вот им понравилось, да, допустим, какая-то мелодия звучащая, и они такие говорят, все это будет хит, и начинают вкидывать деньги в это, создавая область какой-то определенный, ведь Магенштейн это же область, по сути дела, это область деграданта, которого общество деградирует, это да, это факт. Ну и само собой это начинает навязываться обществу, и общество само собой начинает деградировать. А вот смотри, вот мы сейчас очень подходим к важному моменту к культуре. Культура это артефакты, это наше восприятие ценностное, наши установки. Каким, ну на основе культуры мы можем интерпретировать и оценивать друг друга. Развитие страны можно сделать. Развитие страны, общество. Посмотреть, чем занимается культура, какая страна. О чем мы сейчас очень важным говорим, это фундаментально. Да. И то, что сейчас происходит, я сейчас просто к чему, важным ценностям, я не за революцию, сразу скажу, я за эволюцию. И эволюция уже наступила. Я согласен тоже, да. Мы сейчас находимся на этапе перехода, и вот если посмотреть просто раздел статистики, а я статистику называл, нет, на время не называл дисциплину, статистика. Ну это, в принципе, экономика есть, да, это статистика. Я к чему, если посмотреть систему эволюции, как это происходит, то при определенном накоплении, скажем так, каких-то вот запросов на перемены, если они превышают, то новая система поглощает старую. И это правильно, это нормальный эволюционный процесс. Есть второе развитие, это когда системы не могут ужиться. И тогда происходит, как вот сейчас мы видим в нашей стране, это разделение общества на два лагеря. Я хочу сразу сказать, любое силовое сейчас, любое силовое сейчас применение, любое применение силы вызовет отторжение у тех людей, которые поддерживают старый режим. Объясню, почему. Все будет идти столько, пока ребенок, я не знаю, там пенсионеры, которые там все-таки, как ты сказал, спящий ребенок, да, или как там ты сказал, котенок, спящих котят. Слепые котята. Слепые котята, да. Пока их ребенка, который выйдет вот так же, нет понятия такого, не санкционируя митинг, нет, не существует. Это нарушение прав сразу же, это преступление, когда так говорят, это неправильно. Это записано в декларации, сейчас скажу точно, всеобщей декларации прав человека, ООН. Членом которой является Россия. И главенство, оно признает главенство и этой декларации, и тех вот ценностей, которые записаны в ООН. Оно признает, оно, нет, ну послушай, очень важно. Я понимаю, да. То, что сейчас, понимаешь, вот еще раз, вот важный момент, не надо заблуждаться. То, что сейчас намудрили, навыдумывали у нас в стране, в виде там, то, что наше право привелирует над правом, это все чушь, либо вы являетесь встроенными в экономическую, вообще в политическую жизнь всего мира, а мы являемся участниками экономической, участники мирового рынка, то, значит, мы обязаны признавать то, что является истиной, то, что является базовым ценностям человека. Я просто подведу такой вот маленький момент, что многие просто забывают, да, есть, ну, обычно, ну, норма, это когда, то так даже написано, что если, ну, то есть я прочитаю, принимая во внимание, что необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, что человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения. Это говорит о чем? Что если власть, ну, читать надо немножко. Никто не читает. А это права наши. В этом все складывается. В этом все и складывается. Ты признаешь то, что сейчас с тобой происходит, ты признаешь то, что ты участвуешь, ты соучастник. Я просто почему говорю, что я против революции? Так как я всю жизнь работаю, что-то делаю, создаю, создаю новые рабочие места, создаю вещи, которые нравятся людям. И мне не все равно, когда придет то поколение, которое слушает три ноты, не вспоминая этого человека, как этого мага, который, я помню, было дело. Так вот, мы хотим кого привести впоследствии, чтобы пришли люди и сказали, а мне это нужнее? Ну, вот, понимаешь, вот я сейчас объясню, как это работает, про культуру. Вот есть ценности, ценности общества. Например, общество не признает тот факт, ну, не приемлет тот факт воровства. Но личные ценности человека таковы, что он может объяснить тебе, что ему эта вещь нужнее, чем тебе. Понимаешь? И если мы не хотим потерять то, что сейчас имеем, я для тех, кто сейчас все-таки узурпирует власть, а власть все-таки это народ, ну, граждане, вообще власть это граждане. Опять же, тут все забываются, ну, что это такое, что у нас за люди? Я просто в шоке бывает от того, что, ну, вот смотри, граждане это все-таки власть, государство, которое они вообще избирают и наделяют людей, которые бы исполняли. Ну, Путин — это исполнитель. Исполнитель, да, конечно же. Любой, там, например, там тот же Володин депутат — это тоже исполнитель. Это исполнитель воли людей, которых избрали. Сейчас вот я просто так все медленно подвожу, подвожу к каким-то определенным переменам. Я уже говорил о том, что у нас интернет, скажем так, активно в 1984-м. Ну, понятно, что он там в 1969-м, насколько я не изменяет память, вообще первые попытки соединить компьютеры. Нет, если брать это как глобальную паутину, то это, конечно же, в 80-е годы. Ну, да, глобально, то есть. А так вообще было первые технологии в 60-х годах, там как раз военные, и понадобилось соединить компьютеры, то есть для того, чтобы там… Ну, это даже сравнивать нужно с тем, что потом появилось. Да, к чему? Это просто была сетка небольшая. Люди, выбирающие и люди, имеющие возможность прекрасно включить и проверить. Вот все, что я сейчас сказал, можно проверить. Все проверить каждое слово. Я сейчас в последнее время стараюсь не просто так вот, знаешь, открывать рот и что-то, ну, ляпнуть и сказать. Потому что меня могут проверить, меня ребенок перепроверяет, и я понимаю, что я где-то неправ. Значит, я что-то не знаю. И отличие современного поколения, оно еще называется поколение Z, они очень экспертны. Экспертны в чем? Они все знают, ничего, конечно, не сделали, но они все обо всем знают. У них часы, которые они проводят в интернете, вот эти гаджеты. Вы что думаете, что вот когда они смотрят стримы, когда играют дети, они там политикой не занимаются? Да там человек, который играет, он как раз обсуждает политический момент. То, что в жизни происходит. Люди общаются, это и есть принцип культуры общения. Конечно, да, мы в нашем детстве обсуждали всякие фильмы. Там какие-то игрушки, которые выходили во время нашей длицы стримов. Дело времени, вопрос времени. У нас стримов там не было, мы просто играли в клубах. Как только сейчас, в ближайшее время накопится критическая масса, еще раз возвращаясь к эволюции, еще раз говорю всем, посмотрите, как происходит эволюционный процесс. Зайдите, пожалуйста, в раздел статистики. Это уже все давным-давно изучено. И не будет по-другому. Ну, просто, слово абсолютно не будет по-другому. Существуют определенные правила. Ладно, перейдем тогда к жгучим горячим вопросам. Почему Росгвардия все-таки применяет гражданам Российской Федерации неоправданное насилие и такую лютую жестокость? Слушай, в целом, если взять, ну, если сравнивать, например, у нас тоже, опять же, окунемся к нашим пропагандистам, которые есть с чем сравнивать. Сравнивать, например, протесты в Америке, когда они Капитолий захватили и у нас. Это разные вещи. Они стараются провести прямую линию, но это, конечно, разные вещи абсолютно. Там был реальный захват, и то их запустили в Капитоле, да, и они начали там беспределить, нарушая законы. Там применение насилия, само собой. И причем это было оправданное применение насилия. И у нас же, вот я реально видел там сами эти митинги просто в прямом эфире, там в Москве, особенно когда Навального нас судили, именно вот в режиме Лайя, что происходило в Санкт-Петербурге, происходило в Москве. Ну, стоит просто задача, видно, как действуют группы, да, именно силовиков, стоит задача просто вот навести какой-то испуг, сделать так, чтобы не было массового скопления, чтобы не было красивой картинки, да, чтобы люди, те, кто сидят, смотрят стрим, да, допустим, какой-то, видели о том, что людей нету и не шли туда. Видели о том, что людей задерживают, да, и не шли, боясь о том, что они попадут там в автозак и уедут, и не шли на эти протесты. Видели о том, вот эти, то, что удары там, которого насилия так такового в огромных масштабах, его, в принципе, нету сейчас на данный момент. У нас, если взять 2012 год, на Болото там было хуже, там было больше насилия. Причем сами силовики там спровоцировали дикие агрессию, то, что происходило, да, в 2012 году. Сейчас, в принципе, такого нету. Единичные случаи. И эти единичные случаи, как раз они происходят, да, специально они происходят, эти единичные случаи, провокации таких силовиков. Но это, видимо, все-таки еще и менталитет самого силовика, который там находится. Вот есть конченые ребята, которые прям не чуют никаких, да, 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 вот, которые в детстве делали ножички на трудах. Вот они непосредственно, эти ребята, которые сами жестоки сами по себе, и тем более их взяли в эти структуры. Они там, это садисты, так называемые маньяки, которые, в принципе, никуда не будут. Им нравится это делать. Они это и будут делать. Их, конечно же, не большинство. Большинство там простых пацанов, которые просто заставили, идите там, как говорится, собирайте фраги, да и все. Да, сейчас очень такой важный момент, да, почему все-таки это происходит. Ты знаешь, вот, да, вопрос, почему дело, приказ, сотни. И знаешь, вот, даже не только приказ, приказ приказом, его можно, знаешь, игнорировать. А, бояться, ипотека, семья, лисия. Да, ты знаешь, вот, не исполнять приказы. Если посмотреть TikTok, ну, там ржут все. Понимаешь, человек зарплату 60 тысяч. Там же, ну, я не знаю, если ты, может, там не видел такой ролик, там, ну, например, там, в Краснодаре требуется, там, ребятах, там, на выезд, там, в Москву, там, дадим, короче, компенсацию, там, порядка. Что-то 18 тысяч на снятие, ну, чтобы ты квартиру мог снять, 60 тысяч зарплата. Ну, и там график там написан. В Москве бы 60 тысяч. Просто, вот, слушайте, понимаете, вот, заработать 60 тысяч не проблема. Еще раз говорю, деньги делаются, зарабатываются не… Тем более в Москве. Да, тем более в Москве совершенно по-другому. И не обязательно, скажем так, кого-то бить. Это раз. Да ты курьером больше заработаешь. Да. Во-вторых, почему вам не платят заработную плату, а только по одной важной причине. У вас нету соответствующих знаний. Вы неквалифицированный специалист. Вы упустили то время, ходя в школу. Здесь в этой книге как раз проговаривается этот момент. Я уже сегодня говорил про триаду. Это религия, это семья и это образование. И ваш жизненный опыт, который вы можете применить. То образование, которое сейчас существует, оно просто не соответствует. Оно выпускает обрубки какие-то, которые не могут быть встроены в экономику. То есть, понимаешь, вот выпускает куча филологов, условно говоря, да? Выпускает куча парикмахеров. А программистов нет. Ситуация в том, да, почему я же с образованием все-таки знаю, что там ситуация происходит и почему это. Дело в том, что у нас система образования не изменилась. Она какая была там 50 лет назад, она такая и осталась. Просто знаешь, смысл-то в чем? Ребенок, вот слушайте, какова система сейчас? Я сейчас просто объясню. И вот в этой книге как раз и написано, что старая система, вот ее догма какая, дать заранее заготовленный ответ. Делай по шаблону. Чтобы ты не анализировал, чтобы ты не имел критическое мышление, чтобы ты не отрицал. Потому что для того, чтобы стать опытным потребителем, ну даже ты ходишь в магазин, вот просто банально сравнивать. Вот ты идешь в магазин. Если тебя постоянно обманывают и тебе продают кислое молоко, а ты покупаешь нормальное свежее молоко, либо ты совсем дурак. Либо ты мазохист. Ты любишь просто кислое молоко. Да, либо просто любишь кислое молоко и готов платить как за нормальное свежее молоко. Вот и все, по цене. Вот и все. То есть тут как бы надо признать этот факт. Все начинается, еще раз говорю, какие скультурные ценности прививаются в нашей стране. Меня вообще как бы раздражает та тема, что типа у нас сюда лезут американцы, какие-то спецслужбы. Но у меня такое ощущение, что они посмотрели, ну может быть раньше была вот эта холодная война, но они посмотрели, насколько мы дуболомы иногда в каких-то своих ситуациях, в принятии каких-то решений, что нам даже ничего делать не надо. Они дурные все сами сделают. Поэтому вот этот развал, который сейчас существует у нас в стране, когда, скажем так, мы не обладаем правами на получение каких-то дивидендов, на то пошел как бы важный момент, на дивиденды от продажи ресурсов, никто из нас не получил. Кто-то перераспределяет за нас. Да. Кто-то перераспределяет. Я прекрасно понимаю, как человек бизнеса, что ресурсы, это просто, знаешь, ну это ресурсы. Без людей ресурсы не обрабатываются. Да, и не будет. Это нужны технологии, это нужно образование, это нужен специалист. Это люди, которые возьмут и сделают. Это нужен бизнес. По технологиям все плохо. Бизнес вот вдалбливается, что вот быть военным это хорошо, а бизнесмен значит плохое. Сейчас уже быть розгвардельцем это хорошо. А, розгвардельцем, ну да, 60 тысяч платит. Тут как бы вообще учиться не надо. Да. Закончил школу, служил в армию. Очень важный момент. У общества сформировано, что когда он приходит в магазин, то эти крохоборы, варьё, жулики, спекулянты, бизнесмены на нас наживаются. Ну почему же все-таки такие все либералы, когда они приходят в магазин, они хотят видеть не только молоко, например, от компании Артик, например, а хотят все-таки молоко еще другое, как производители видеть. Что ж мы такие, так тут либеральные, и мы хотим получать то, что вот мы хотим. Понимаешь, да? Понимаю, да. А кто это все сделал? Почему никто не видит другую работу? Работу других людей, которые привозят, отвозят на свалку, если надо, платят налоги. Никто не задает тем вопросом. Чтобы было понятно, вчера проводил собрание в компании, так объяснял по поводу нашего налогообложения. Я всем говорю, что с физической заработной платы удерживают работника 43%. Ну, наверное, какой-то дурной. Я говорю, ребят, ну когда человек, вот надо перевести этот стаканчик, чтобы либеральным взглядом потребитель мог выбрать не только этот стаканчик, а еще другой стаканчик, я должен понимать, что он его купит. И, значит, у меня должны быть какие-то знания. Ну, или как я по-другому говорю, у меня в IT-компании, по сути дела, чтобы мой сотрудник заработал там 100 тысяч рублей, он должен заработать 150 тысяч рублей. Даже больше. Так вот. Для того, чтобы я 50 тысяч откинул, да? Отдал. С этой 100 тысяч. Он получил на руки 100 тысяч рублей. И он, наконец-то, получил 100 тысяч. То есть, он, по сути дела, мне в компанию должен принести 150. Ну, мне там менеджер говорит. Ну, слушай, бухгалтера смеются от того, что ты говоришь. У меня тоже, да, бухгалтера смеются. Да пускай смеются. Понимаешь, вот есть одна большая важная разница между мной и бухгалтером. Я кто? Я хозяин бизнеса. Мы хозяева бизнеса, да, мы прекрасно понимаем деньги. А она просто бухгалтер. Ну, если ты такой умный бухгалтер, сделай что-то свое, а не нанимайся на работу. Понимаешь, вот фишка-то же в чем? Не, не смеются, потому что, в принципе, для бухгалтера, да, вот эта статья схода, в принципе, это просто, как говорится, она не относится. Я просто, знаешь, вот взял просто к человеку, то есть, к самому. Я, может быть, отдельно как раз сделаю по этому какой-нибудь, еще раз отдельный ролик и объясню. Берем калькулятор. Вот сейчас минимальная заработная плата. Вот вы должны, условно говоря, платить 15 тысяч рублей. Все, что минимум, будет к вам вопрос. Да. Это незаконно, в принципе. 15 тысяч, отнимая эти 13%, вы получается, что тысяча где-то 900 там с чем-то, ну, скажем так, работник понимает, что за него там сколько-то, ну, у него держали 13%. Работник только знает по 13%. По 12%. И все. А то, что вот эти там 30% за него, у него удержат, и его включат. Почему бухгалтер говорит то, что, да, смешно, да, цифр? Да, смешно. Потому что, по факту, эта зарплата не удерживается. Да. Это просто сверху на зарплату накладывается. Типа накладывается. Ну, ты можешь платить зарплату на эти деньги. А вот это не так. Это не так. Вот, понимаете, многие же не знают, что такое маржа. То есть, определение знают. Ну, в книге же можно прочитать, что такое определение маржи. Да. А то, что это разница между вашими запросами, вашими потребностями для осуществления бизнеса и отгружаемым вам, например, какого-то товара от поставщика. Вот эту разницу вытащите. То есть, что туда входит? Аренду оплатить надо? Электричество оплатить надо? Это те хотелки, это то, что входит в вашу маржу. И есть просто процентное соотношение. Зависимость, ну, прямая зависимость от тех товаров, которые вам приходят, и теми затратами, которые вы испытываете и несете для осуществления предпринимательской деятельности. Поэтому бухгалтер, конечно, смеется, он не понимает. Но когда ты определяешь фонд оплаты труда, тогда смех заканчивается у бухгалтера. Потому что ты учитываешь 12-й месяц, который человек должен не работать, идти отдыхать по законодательству. Хотя по факту сам человек должен определять, когда он пойдет, и сколько ему тратить. А ты по факту ему платишь эти деньги? Ну, ты просто у него удерживаешь этот 12-й месяц, просто ты учитываешь этот момент. Значит, его реальная заработная плата должна быть уменьшена именно на ту сумму, насколько нужно у него удержать. Отдать государству. Отдать и государству, и это представить в отпуск. Вот это минимальное, вот это разграничение не знают люди. Мы сейчас с тобой занимаемся незаконной деятельностью, мы занимаемся просвещением. Ну, так это говорят. Я считаю, что мы высказываем свое мнение, поэтому дисклеймер будет у нас в самом начале нашего ролика. Все это наше мнение, которое мы просто высказываем. Погнали дальше. Ну, ничего не стоит. Мы идем вообще с тобой по... Вот скажи, пожалуйста, мы идем по белорусскому сценарию? Нет, мы никогда не поем по белорусскому сценарию, потому что белорусский сценарий закончился, в принципе, ну, можно сказать, закончился. Он уже закончился, и единственное удержание незаконное, как это сказать, это нелегитимный президент Беларуси сейчас занимает, удерживает. Там все-таки Беларусь в плане жестких ограничений существует уже давно. Лукашенко, это батька. Он воспитался в 26 лет уже, да. Целое огромное поколение таких, и причем эти ограничения были давно. У нас была медведевская оттепель, так называемая, да, когда у нас интернет стал выходить на огромную структуру, и, в принципе, наши власти прекрасно понимают о том, что они потеряли это время, когда, если бы они начали как-то делать Лукашенко, то, в принципе, скорее всего, у нас сейчас все было бы как в Беларуси. С демократией заигрались просто. Согласен? Да. Вот это либерализм, там, либерализм. Кстати, слушай, ты знаешь, вот сейчас... И там немножко другая экономическая ситуация. Люди даже не знают, вот они, знаешь, они привыкли, вот еще раз говорить, играя вот войнушку, они не учатся. Они не знают значения вообще смысла слов. Вообще просто не знают. Я просто всем говорю, дорогие друзья, загуглите слово либерал, либерализм, что это такое обозначает. Вы будете удивлены. Это свобода. Это отстаивание прав, гражданских прав, это прав на частную собственность, это право на вашу личную неприкосновенность, на свободу и земление. На интеллектуальную собственность. Это именно то и называют, именно этот, точнее, называется либерализм. То, что вам не нравится, точнее, вам насаждает, что это чуждо, и в нашей стране... С одной стороны, я бы взял бы это слово уже поменял на какую-нибудь другую правду, потому что данное слово, оно, как говорится, опорочено. А я честно тебе скажу, не надо ничего менять, слово должно быть, ну вот, оно изначально было придумано, и то, что мы неправильно, неправильно воспринимаем, неправильно пользуемся словами, это наши проблемы. Мир как был, так и останется. Честно, да, очень много слов, которые... Это наша проблема, это проблема наших граждан, что мы подменяем понятия, мы не читаем. Ты знаешь, вот если я встречаю, например, вот мы сегодня с тобой общаемся, если я встречаю какое-то неизвестное мне слово или какое-то понятие, я могу просто промолчать и не развивать дальше тему, но я потом в плане интереса расширю свой кругозор за счет того, что приду и посмотрю, что обозначает это слово. Есть такое понятие в обучении, часто используется, оно не только в обучении, но называется она дефиниция, это выпадающая информация. Ну, например, мы что-то говорим, но какого-то элемента не хватает нам осязать или понимать то, что вообще все-таки происходит. Называется выпадающая информация, называется дефиниция. Поэтому, когда человек понимает о каких-то свойствах, явлениях, он может интерпретировать, он может заниматься построением какой-то логической цепочки для того, чтобы понять вообще, ну, то есть создавать предложение. Вот важно, что не просто понять, что это за слово обозначает, а еще и уметь его применять на практике. То есть вот когда ты это понимаешь, ну, тебе легче вообще дальше развиваться, и ты не просто попадаешь в просяг, как это, ну, вот большинство на этом, в этом стаде сейчас находится. Слушай, давай так уже будем политические же моменты у нас осуждать. Я думаю, Димка Гарин будет смотреть и будет потом вставлять свои пять копеек, и он это любит. Дима, приветствую. Возможно, даже, кстати, дорогие друзья, пишите свои комментарии, как вы видите вообще нашу политическую ситуацию, и что будет с нашей стороной дальше. Скажи, пожалуйста, вообще, что будет дальше, вот это тебе уже вопрос, каким путем развития мы пойдем все-таки. Понимаешь, в принципе, охота быть оптимистом, и смотреть на то, что будет все классно, в принципе, и, может быть, все-таки наши власти одумаются, хотя бы выйдут на диалог, что, в принципе, люди не требуют. Просто выйдите на диалог, поговорите, признайте какие-то провалы, которые существуют. Дворец чей? Дворец, ну как, Доротенберга уже получается? Поначалу был ничей, просто там народ засобирался на дискотеку туда, да, летом. Смотри, я не зря спросил. По факту, слушай, ну, да, вот здесь наша власть права. Это не его. Не его, юридически. Юридически. Вопрос сразу же, второй вопрос. Почему охраняет ФСО, почему нелетная зона? А тебе же объяснили пропагандоны, ой, извиняюсь за выражение, пропагандисты. Нам же сейчас это, нельзя мы там ругаться. А мы это же не масло другого. Ну, вот, тебе же объяснили, там же стоит часть военная. Так. То есть, ты когда вот на гугл-карте, причем поездил, я давно еще смотрел, я знал вот этот депутатаж по дворец Путина, и у меня как-то было просто по гугл-картам покататься, посмотреть, да, ну как, ну, тупо интересно. И ты вот реально едешь по этой дороге, которую выводят в дворец, и на въезде в эту дорогу стоит часть военная. У подножия реально там, она находится, эта военная часть. Поэтому, конечно же, очень легко объясняется. Военная часть, она закрыла, там у ФСБшники. Единственное, ребятки как-то не объяснили, почему они воду закрыли. Стоп. Частный объект. Нет, ну, смотри. Подожди. Вот как, вот, секундочку. Там просто ФСБшники, они ходят, гуляют там по лесу, понимаешь, там они закрыли. Мы сейчас подходим к очень важному моменту, опять же. Многие задают вопрос, потом, ну, посмотрев, там, послушав пропаганду, у них, конечно, начинает формироваться другое мнение. Я все-таки, я человек думающий. Да, я с тобой согласен, я тоже думаю. Я просто сейчас в лес в лес в школу. Подожди, подожди, не будем торопиться. У меня есть главный вопрос. Есть выписка из единого реестра. Там написано, это пансионат. Это государственная собственность. Документы, получается. Ну, государственная собственность. Каким образом? Там является бенефициаром, Алимбир. Во-первых, с одной стороны, я вот что-то немножко не догоряю. Бенефициар, это кто? Ну, человек, который, грубо говоря, вкладывает и строит для себя, скажем так, объект. То есть он, может быть, не через, не сам строит, а через какие-то, например, другие фирмы осуществлять тоже, там, строить или какую-то, ну, какую-то деятельность осуществлять. Типа спонсор. Ну, грубо говоря, инвестирует через там... Инвестор. Ну, условно говоря, так можно сказать. Наконец-то дошло. То есть я не понимал. Так, еще раз вопрос получается. Почему Ротенберг бенефициар? Да, государственной собственностью. Строит. Имеет ли он право... Стоп, стоп, стоп. На каком основании он тогда строит частное строение на государственной земле? На земле, принадлежащей всем гражданам. Не государству. Нет у государства земли. Нет у государства денег. Есть. Нет, он там по факту апартотель существует. Нет, еще раз говорю. У государства нет денег и нет земли. Это... Да, это... Государство, прямая его обязанность защищать и охранять права и свободы граждан, которые населяют данное государство. Нет никакой другой роли и функции государства. Понимаем сейчас, о чем мы говорим. Это очень важный момент. Мы не можем двигаться дальше, если мы, не разобравшись в одном... Я всегда так говорю. Ну, бывает спорная ситуация. Я говорю, давайте мы сначала... Ну, вот стаканчик у нас будет стаканчиком, определимся в понятиях, мы не можем двигаться дальше. Это очень часто так случается у меня в жизни. Я привожу людей, он как бы в порядок, они немножко стрессуют, ну, у них как бы депрессия сразу же возникает. Как так? Мы же так привыкли, так же надо делать. Ну, просто в случае жизни еду я по дороге. Обычно, ну, все как бы ездят там в объезд через парковку, ну, так заведено, но там нет ограничений, что это одностороннее движение. Ну, я еду, у меня нет помехи справа, у меня чистый коридор, ну, грубо говоря, дворовая проездка, я еду. И он как бы думает, что там-то одностороннее, он встречный едет, товарищи, думает, что это одностороннее движение. Им не блокирует проезд. Говорит, давай там типа это, тут одностороннее движение. Я говорю, слушай, ты подожди, ну, что ты взял-то? Там все этот, ну, тут типа там знак висит. Я говорю, подожди, пойдем сходим до знака. Там нет такого. Понимаешь, вот еще раз говорю, вода должна быть водой, стаканчик должен быть стаканчик. Я узнаю, что ты единственное одно не понимаю. Ну, дворец Пастория, да, еще в 2010 году, в принципе. Ну, так выйдите и скажите, что да, дворец президента для личных встреч. Нельзя, политически нельзя. Формировалось очень длительное время. Ну, мы же все ходим в магазин. Формировалось отрицание длительное время. образование, но не встроено в экономику. Это говорит о том, что их нужно просто переучить. Переучение от трех месяцев до восьми. Им просто нужно ждать новенькое. Они, да, они выходят с университетов, они получают какую-то историю, да, о своей профессии. Еще раз говорю, получить ремесло, специализацию от трех до восьми месяцев. Все. Да, и опыт. И опыт. Ну, опять же, вот возвращаемся к книге. Триада. Триада. Вот. Слушаем. Короче, понятно. Все будет хорошо, все будет прекрасно. Когда осознают все. Ты же говоришь, куда мы движемся? Вопрос так и так и не раскрыли, куда движемся. Не белорусский сценарий. Да. Потому что я еще раз говорю, белорусский сценарий, все потухло. Страна, есть несколько направлений. Есть направление 17-го года. в то, что, в принципе, наша сейчас страна превратилась в империю, по сути дела. Да. Во-первых, начиная с того, что там в 1905 году были протесты, которые были разогнаны, да, очень сильно и жестоко. Сто лет назад. Когда царь наш получил подвеча кровавый после этих делов. И там тоже была такая же ситуация абсолютно, где был император со своими придворными, которые, в принципе, плевали на народ. Я не понимаю, почему его сделали святым, конечно же, якобы, возславный человек до сих пор, понять не могу. Как мученик, да, я признаю. Его и семейство. Но как святого я не признаю. Ну, ты не признаешь насилие, то же самое, как и я. Да. Я не приемлем насилие. Потому что нет, святых. Я не поддерживаю ни одной из сторон, если происходит насилие. У нас у православных святым не делают только того, кто хорошо провел свою жизнь по заповедям каким-то определённым, по Новому Завету. То есть возьмите книгу Нового Завета, Ветхого Завета и посмотрите, как жил человек. Если он жил по этим всем нюансам, которые там написаны в книге, то да, он становится святым. Ну, либо его мощи нетленные. Одно из двух. Тут же понятно, насчёт мощей ничего не сказать. Ну, и всё-таки по Евангелии он не жил. Начал войну одну, её не закончил. Вёл страну в ужасный кризис экономический, что был, в принципе, перевестником самой революции. Подавил протесты, не стал выслушивать народ и так далее. Вот к чему всё дело, в принципе, привело. Ну, и, конечно же, церковь слилась с государством, что после этого, в принципе, она очень сильно пострадала. Церковь. Потому что народ возненавидел церковь. Это тоже не должно быть. Религия не должна сливаться с государством. Там точно такая интересная фраза написана. Религия – это отдельная структура. Не понравится, но я её озвучу. Религия – это большой бизнес. Сейчас, да. И он влияет на большой бизнес. Ещё раз говорю. Религия – это большой бизнес, и он влияет на большой серьёзный бизнес. Это факт. Я не спутался этим фактом. Так оно и есть. В 2009 год, это в большинстве написано про, скажем так, про американский рынок, но не только американский, а вообще мировой рынок. Многие люди не понимают, что вот, ну, я как бы убеждён немножко в другом. Ну, ты знаешь моё, как бы, другого я-человек взглядов. Вот я скажу, что отрицаешь, когда ты вот этот ряд, если вот мы возьмём, да, вот у вас есть, скажем так, прекрасный жизненный опыт. Если вы поменяете подход к школе, вот то, что сейчас я есть, это результат того, ну, кропотливой работы и, ну, над своим сознанием, работы над своим сознанием, определённые мотивы, поиск мотивов, целей. Полаганий. То, что я не умел, я тратил время на то, чтобы научиться чему-то для того, чтобы что-то понять. Почему я делаю что-то не так? Почему у меня не получается? Вот этим вопросом я задавался. Я вообще просто всем рекомендую. Второй момент – это семейные ценности. Как оказалось, когда я перебрался из своего города, переехал в другой город, мне некому было помогать. Мне было ни бабушек, ни дедушек, которые могли посмотреть, ну, посидеть с детьми. И это позволило мне, а у меня же потребности-то были, просто решать их совершенно по-другому. Будучи я в семье со своими родителями, мне было бы легче. Но я бы не развился, не стал тем, кем я сейчас являюсь. Такая ситуация у нас. Да, касаемо религии, да, я тоже, ну, в моей семье религия до сих пор осталась, есть и будет. Но то, что я увидел, поменяло мое вообще мировоззрение. То, что я узнал, как это существует. Ну, вот для меня, например, почему появилась религия? Это попытка, вот что такое религия для меня? Это попытка объяснить необъяснимое. Это вкратце так и сказать. Если расширить это определение, то мы говорим о чем? Что так как наука была на очень низком уровне, и она не могла просто объяснить физику каких-то явлений, вещей, происходящих вокруг человека. И после того, когда люди стали накапливать знания, а знания это что? Это информация, запомненная человеком. И когда она начала накапливаться, люди начали творить и делать новые открытия, совершать. Вот мы сейчас пользуемся прекрасным микрофоном. На улице стоит гаджет. Ты занимаешься, да. Я сейчас про чему? Хочу сказать. Я не заползаю на ту потребность, когда каждый человек должен, ну, он испытывает вот чувство, знаешь, вот общения с чем-то духовным. Это его право. Ну, я просто как вот реалист и материалист, я просто как вот вижу, да, ты как человек верующий, ну, мы с тобой не деремся, не ругаемся, не доказываем. Я не заползаю на твою... Ну, я не радикал христианин. Так просто произошло. Я вообще, с Димкой как-то общались, я говорю, я вообще не понимаю слово значения, вообще слово удача. Для меня, ну, как-то я не понимаю. Нет, удачи нет такого, конечно же. Нету слова такого, удачи, вот лично для меня я не понимаю. Я даже больше скажу, особенно для тех, кто, ну, верят в всякие там карты Таро. Ну, это вообще капец. Я сейчас объясню, как это работает. Ну, как я понял. Давай я скажу, как я понял. Мы это изучали в университете. А человек просто выкладывает, например, какие-то картинки, кто-то, и начинает ему рассказывать, как эта картинка влияет на него. Ну, может повлиять. И в течение дня, еще раз говорю, нет у человека будущего, нет у человека уже прошло. Прошло – это то, что ты накопил определенные знания. У тебя есть здесь и сейчас. И весь чертов день, ну, вообще не день там, он просто тратит там месяц, год для того, чтобы вот эта карта, которая выпала ему, чтобы он мог имел право притянуть ее к ситуации, которая вот могла, ну, она может произойти. Ведь, знаешь, вот выходит человек из квартиры, из дома. Ребенок с ним поздоровался, бабушка попросила перевезти дорогу, он это не помнит. Но вот то, что он будет выпивать, там попалось два бокала, там, например, на карточке, он притянет и скажет. Да-да-да. Работает. Работает. Он это хочет. Он это хочет получить просто. Он это хочет получить. Нет, по поводу религии, конечно, вот это не то, что я могу тебе сказать, именно христианской религии. Все ее воспринимают, в принципе, то, что у нас долгое время религия не признавала науку ничего, да? Это не христианизм вообще, в первую очередь, потому что сам Иисус говорил, вы учитесь и развивайтесь, как говорится. Ну, он прям так не говорил, ну, по крайней мере. Если ты чувствуешь потребность вот в духовном наставничестве, в духовном развитии, ну, это часть культуры, я уже говорил, триада, это часть культуры, это общество, как мы, каким образом мы передаем нашему поколению какие-то знания. По-другому тебе имею в виду, то, что религия, это тоже там имеется часть политики какой-то определенной, Если, в принципе, использовать религию в политических темах, ну, именно, сами там заповеди, да, непосредственно святого описания Евангелия, то есть там написано, если, как жить, жить так, чтобы ты жил и все были довольны жизнью, то есть общество. Вот что там идет описание. У нас... Сосуществование, я совместно. Правила существования в этом мире, конечно же. У нас подобная ситуация была в стране, в принципе, утра Бога не было, это назывался коммунизм. Когда люди жили по хорошим правилам, все друг о друге заботились. Да, это было в нашей стране. Бога не было. Ну, пускай не идеально, но было. Но было. Это социализм был, да. Я очень частенько сравниваю именно с самым... Да, у нас не было Бога у людей, да, были безбожники, по сути дела. Но была идеология другая немножко. Люди-то заботились друг о друге. Люди мимо не проходили, если кто-то кого-то бил, да. Если в семье появился алкоголик, то они сообщали, этого алкоголика лечили, либо еще что-то. Потом, да, прошло разрушение, разложение людей и так далее. Поэтому, конечно же, религию по большей степени используют в корыстных целях. По большей степени всегда. Потому что, в принципе, есть люди, так называемые фанатики религиозные, которые просто верят, им вот хоть что говорить. Причем они даже, знаешь, как я сейчас о фанатиках, о тех существующих запретах. В запретах, да. Потому что, если, ну, посмотреть, действительно, разобрать религию, это правило существования. Жизни. Да, ну, чтобы люди могли дальше жить и развиваться. Там нет таких запретов, которые это самое противоречит. Там, да, ты не убей. Ну, я полностью признаю этот правило, этот закон жизни. Потому что тут запустится цепочка. Конечно. Других событий. Все правильно ты сказал. Запустится цепочка. Это все тоже сейчас, вот мы вроде бы обо всем понемножку говорим, да, о политической ситуации. Как это вообще все переплетаем, чудно. Но, понимаете, вот не зная о переменных, нельзя решить задачу. Нельзя найти решение, которое бы удовлетворяло все общество. Всегда есть тоже в религии, например, вот такие вещи, да, что вот тот опсихует, да, ну, в семье тут ругается. Мы обычно не встаем на сторону, да, того человека. Понять, а почему он все-таки, да, у него какая-то причина возникает, руганье к тебе, да. То есть все-таки надо задуматься, то есть встать немножко на сторону, подумать. Вот эта религия этому учит. То есть ты не только от себя действуешь, да, лично от своего я. Ты стараешься всегда встать на ту сторону, на вторую, принять ее. Поэтому я и говорю, выходят люди протестуют, встаньте на их сторону, поговорите с ними. Поговорите, да. А не говорите то, что это все вот провокаторы, что это все... Просто люди, знаешь, что видят. ...из другой страны и так далее. То, что они нищают, а рядом миллиарды находят. Ты знаешь, вот, я сейчас смешно скажу, может быть, кто-то там опечалится, кто-то скажет что-то, я не то говорю. Ну, понимаете, когда выходит Песков и говорит, ну, там же в декларации уже нету ничего. Ну, если в декларации нету, это нету. Знаете, у подполковника Захарькинка тоже не было миллиардов в декларации. В декларации, да. Понимаете? Ну, была квартира. Да, ну, была квартира, забитая деньгами. Квартира-склад. Да, ну что, давай-то, слушай, перейдем немножко от политики конкретно к тебе. Просто ты раньше работал в школе, да. Что вообще произошло? Ну, вот с тобой, да, вот расскажи немножко подробнее в результате ухода из школы. Как вообще изменилась твоя жизнь? Как поменялся твой доход? Как ты вообще, ну, вот раньше, если твои клиенты были, условно говоря, дети, которые к тебе приходили, ты занимался, сейчас ты занимаешься самостоятельным поиском. Появилось ли у тебя время и, ну, как отразилось вообще на заработке? Ну, вкратце вот так вот. Вкратце, если перевести, да, вот на рабочие часы, да, другим словом. Не, во-первых, да, когда ушел со школы, высвободилось огромное количество времени. То, что, если, когда я работал в школе, колоссальную часть своего, дневного, как говорится, рабочего времени я тратил на обозревательную систему. Потому что были уроки, к ним нужно было готовиться, плюс к самой школе нужно было помогать, там, с металлической точки зрения, с технической точки зрения. То есть, ну, много чего. В школах нет специалистов. IT-структуры, нет хороших металлистов в школе, ни в одной школе нет их. Есть только в богатых школах, так называемых, где учатся блатные дети, где школу себе могут позволить платить зарплаты высокие, где есть конкуренция среди педагогов. Вот, ты, кстати, хорошо рассказал. Где нет конкуренции, понятно, что невозможно найти хорошего специалиста, невозможно заставить работать работника за ту зарплату, которую он получает. Мотивация важна, да. Мотивации нет никакой, в принципе. И она становится все хуже и хуже, если взять в целом образование. Особенно сейчас дистанционное обучение, которое началось, ты не можешь повлиять на него. Да. То есть, я уже говорил, что если вы выпускаете обрубки, которые не встроены в экономику, экономика – это жизнь, это как раз наука, изучающая вообще жизнедеятельность человека, как ему, ну, имея те ресурсы, которые он имеет, жить дальше. Дети выходят, конечно же, самый большой абсурд для системы образования, вот просто взять, я как учитель информатики, это ЕГЭ по информатике, где дети сдают историю информатики. Они не выходят хорошими, не выходят какими-то, не то что хорошими, просто сдают историю, сдают готовые уже заранее заложенные ответы историю об этой технологии, информационной технологии. Да, 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 там история, там ничего нового, абсолютно полное отсутствие понятия с нынешней жизнью. Почему это дело происходит? Я когда общался с издателем, автором учебника по информатике, который с года в год просто его пересдает, и там даже местами они не меняют картинки, там Windows XP до сих пор висит в некоторых местах, значок, а иногда можно смотреть в 98-й, хотя у нас тут 2021 год уже Windows 10, там 500 раз обновилось, но ничего, у нас все до сих пор Windows 98 в учебнике. Главное, стабильность. Главное, стабильность, да. Вот в информатике стабильность. Почему это происходит? Потому что, в принципе, нужно создавать новую систему обучения педагогов самих. Это должно делать министерство. Должно делать министерство науки. Это нужно, во-первых, собрать научное общество. Оно должно основываться на реальных запросах о того же бизнеса. Потому что бизнес, как бы мы не хотели воспринимать, это не ужасное слово. Бизнес – это человек делающий дело. Предпринимать – это человек, который предпринимает шаги, направленные на удовлетворение не только своих амбиций. Получение прибыли. Это да, итоговая прибыль, но результате чего? В результате деятельности, какой-то, трудовой деятельности. В любом случае, да, конечно же, прибыль мы хотим получить в любом случае. Это понятно. В бизнесе всегда существует конкуренция. Обязательно. Там очень быстро происходят революционные моменты. Да, происходят революционные моменты в виде появления интернета, появления каких-то агрегаторов. Это можно сказать в каком-то поиске. Заметь, да, бизнес вообще, по идее, если взять нынешнее время, то бизнес он новатор. Он диктует технологии, по сути дела. Я даже больше тебе скажу. Хочешь расстроить те, кто просмотрит визуальностных структур, их время ушло по одной важной причине. Что если документ, который мы составляем, например, как закон, как договор, его не надо 10 раз создавать. То есть количество юристов, я вообще для юристов, как бы обратил внимание, да, то есть большой проблемой, ну вот вообще выбирающая такая специальность, это бухгалтера, водители и юристы. Почему? Мы же все, ну, большинство уже начинает пользоваться госуслугами. Понимаешь, о чем идет речь. Да, она не идеальна. Мы сейчас не протокали. Но это уже все-таки что-то, чем ничего. И если мы можем делать какие-то запросы, формировать, получать адресную какую-то помощь, то наличие в чиновниках, она просто сама собой отпадает физически. Абсолютно поддерживает. Потому что они не встроены в эту систему жизнедеятельности. То есть, грубо говоря, сейчас что происходит? Почему люди не получают деньги и у них изымают практически 50%? Да потому что для содержания политического строя важно, что та аудитория, которая придет и проголосует правильно, все, вас держит только ради одного. Поэтому вы и вы не видите дальше своего носа. И в расчете вот это нищенское существование, я и предпредаватель, потому что это мало, и про сотрудников Росгвардии. Ты знаешь, возьми его, да покажи ему, что он может своим трудом другие деньги заработать. Не 60 тысяч, а столько, сколько он захочет. Не существует ограничений. Ограничений только вот здесь. Конечно, с одной стороны, я не понимаю, как можно вообще работать такие структуры. Ты знаешь, люди, из-за 20 тысяч работают. Есть даже больше не скажешь. Не, не, я не говорю, за какие деньги работать. Можно, знаешь, понимаешь, возвращаясь вот к этой... Можно работать за 20 тысяч и быть очень счастливым человеком. Замечательно к этой книге возвращаясь. Люди соглашаются за ту цену, сколько ты им не объявишь. Соглашаются. Это как пенсионеры. Вот они готовы получать 11 тысяч. Они будут получать 11 тысяч. При том, что у них на коммуналку будут ходить 7 тысяч. Как он живет на 4 тысячи, я не могу понять. Это так же, как слово удача. Я не могу понять, я не могу это принять. Ты понимаешь, что ты за 4 тысячи должен уложиться вообще все. А в случае чего там здоровье и все остальное, это как дальше? Ты, ты, вот просто самое главное, просто люди забывают. Да, но над моими словами можно смеяться, как бы уголтера смеются, смеются. Но жизнь-то, она совершенно другая. Реалии совершенно другие. Экономика, она всегда поставит на свои места. Пенсионный возраст, возраст дожития. О, я, кстати, даже больше не могу сказать, в этой книге замечательно тоже написано. Если тысяча, вот, читай, цифры. В 1954 году средний, статистический, американец проживал порядка 49 лет. Ну да. Сейчас уже он может прожить 74. Вы понимаете, что человек живет дольше, а выходит на пенсию раньше. Я вам даже больше скажу, почему существование вот в том виде, как сейчас есть, существует вот эта Росгвардия, все, все. Ребят, возвращаемся к частики экономики. Просто посмотрите на диаграмму вообще роста военнослужащих, например, просто военнослужащих. Я еще не говорю про силовые структуры. Я про армию сейчас говорю. Сейчас их где-то порядка миллион девятьсот, что ли, мне не изменяет память. Не могу сказать. За 21 год прирост состоял 700 тысяч человек. У нас выход на пенсию военнослужащих после скольки лет? Практически 20, там, 22, 24, что-то такое. Можете там уточнить. Еще раз говорю, мои слова можно проверить. Я ничего такого не придумываю. Но ли в 45 получается примерно. Но не выходит в 45 лет. А теперь самое главное. Сотрудники силовых структур тоже выходит. Вопрос, где взять деньги? За 20 лет? Вот за 20 лет. В чем, по-моему, сейчас по статистике сейчас возглавля превышает уже численность ахмени. Я не знаю. Ну, тогда входит много структур, поэтому... Нет, взятие само возглавля повно превышает. Я хочу просто задать... Ну, чтобы... Ну, не задать себе вопрос, себе вопрос. Мы уже, наверное, на них уже давно дали себе ответ. Я прошу всех тех, кто смотрит этот ролик, задать себе вопрос. Что будет с вами дальше? С теми, кто вот не видит дальше своего носа. Понимаете, для того, чтобы вас содержать, вот тех, кто не... Как бы, знаешь, не включен вот в экономику, а просто изымает часть доходов других граждан, вы должны просто прекрасно понять. Вот в этой книге написано самое страшное для вас явление. Называется она «Демография». В 2036 году, в 2034 примерно, Россия сократится со 145 миллионов, до 132 миллионов. О чем это говорит? Ваша кормовая база сокращается. Ваше право на осуществление насилия над другими людьми сокращается. С вас будут спрашивать. Не будет по-другому, потому что люди, рожденные поколением Generation, поколение Z, оно... Оно, еще раз говорю, вот страницу, помнишь, я тебе говорил, как, на что, на развитие ребенка, если повлияло, как он вообще относится к сексу, как он относится к религии, как он относится к музыке. Сформируются совершенно другие поколения, которые будут спрашивать. они, знаете, что говорят, дети? А почему? А если ему можно, почему мне нельзя? Вы хотите эти вопросы услышать? Вы их услышите. Вопрос времени, я даже больше сейчас скажу. Та ситуация, которая сейчас развивается, что думаете, Навального, что ли, посадили? Нет. Посадили всех тех людей, которые хотели, имели, ну, был запрос на справедливость. Думаете, люди выходят ради Навального, что ли? Люди выходят ради самих себя. Они перестали бояться. Они стали высмеивать. А этот, Аквадискотека, слышал песню? Да, слышал, слышал. Если уже смеются, это очень серьезный звоночек для того, чтобы все будет меняться. Этот запрос, еще раз говорю, дорогие друзья, дорогие политики, дорогие силовики, я вам просто рекомендую взять вот это замечательное 10-е издание, выпущенная эта книга в 2009 году. Вот только слушайтесь. Понимаете, я же не какой-то сектант сейчас об этом говорю. В отличие от того, чтобы, ну, еще раз говорю, в отличие от каких-то, ну, оккультных, там, наук, скажем так, здесь приводятся цифры, факты, методы, способы получения информации. Это научные исследования. Поэтому к чтению, друзья, к чтению, приступаем к чтению. Чем быстрее вы начнете читать вот эту замечательную книгу, тем быстрее вы осознаете, что жить, как и прежде, мы не можем по многим причинам. Их можно назвать очень много, но запрос уже идет. Глеб, давай, может быть, это твои пожелания. Я что-то сегодня выступаю очень много, вроде как Гося, это самое, чуть-чуть, непонятно, кто отвечает. Собеседник. Да, тут я решила книжечку, которую, в принципе, не читал, но надо будет тоже почитать, но аудио я все читать-то не люблю. Нет, нельзя сделать. Как ты таблицу почитаешь в этом, или как ты диаграмму в аудиоформате будет, там нет такого. Согласен. Поэтому, еще раз говорю, зрительный контакт улучшает все-таки восприятие на 30% в отличие от слухового. Да, ты 10% от слухового, но эта книга не для слухового. Знаешь, что я заметил замечательно в этой книге? Пока ты читаешь, у тебя вот так, блин, надо это применить на практике, идешь применяешь, работает. Оно только так работает, эта книга. Я ее проверил на себе. Я вот этой книге обладаю уже где-то около 4 лет. По ней видно, да? Ну, видно, конечно. У меня есть в электронном виде, если кому-то надо, я могу, конечно, прислать, обращайтесь, пишите. Я всем подарил. Вот даже сейчас у нас замечательный режиссер Дмитрий. Дим, сколько ты прочитал страниц? Сколько? 10 страниц. Доступление, Дим, почитал? Не важно, не важно. Вот смотри, самое главное, что он начал делать. Я просто всем рекомендую, книга достаточно такая серьезная, но она достаточно легко и читается, на самом деле. Ну, там все очень просто и понятным языком написано. Но чтобы прочитать 900 страниц, я просто рекомендую читать по 10 страниц в день. Это полчаса вашего времени, которую выделяют на эту книгу. Вам не надо больше. Для того, чтобы вам осознать то, что вы прочитали, а не просто прочитали. Нужно время. Вы должны что-то сделать, тогда вы поймете это, и вы это осознаете, и ваш мир станет совершенно другим. Ваши возможности расширятся на гигантских размерах, потому что вы поймете самое главное, не существует никаких ограничений только в вашей голове. И только в тех устоях, в тех традициях, которые вам просто вменяли. Это знаешь, как говорить, что мужчина должен, как сказать, кормить семью. Это бред и обман, которым пичкают детей. Мужчина особенно рассматривает. Слушай, но он должен был кормить семью-то когда? Когда ты в поле находишься, живешь? Тут вопрос даже в другом. Вопрос в другом. В каких условиях ты находишься? Если мы сейчас подойдем просто к психологии, то есть такое понятие «жизненный цикл семьи». Просто не все знают, но опять же, узкий посвященный круг специалистов, что жизненный цикл семьи есть его определенный этап. И все начинается с монада. Есть такая форма, с чего начинается семья. Монада – это когда единица, будучи ребенком, проживая в семье, которая его вырастила, начинает осознавать то, что он что? Он готов к созданию своей семьи. Семьи еще как таковое. Там дети, пеленки еще пока нет. Это просто осознание. Осознание себя, что я готов внутренне. Вот мой внутренний, у меня появился внутренний стержень, я понимаю, какая у меня будет впереди ответственность, и я принимаю решение. Дальше, с другой стороны, такая же мадам, тоже называется, тоже в стадии монады, тоже понимает, что ей хочется завести семью и иметь ребенка. Мы движемся различными, ну, мотивами. После этого мы формируем диаду, сходимся. потом, ну, там у нас тоже вырабатываются какие-то семейные ценности. Мы притираемся, искры, и если у нас все хорошо, появляется третий участник, и тогда, ну, мы продолжаем прожизненный цикл семьи, тогда формируется триада, дальше идет четыреада, ну, наличие там детей, вы можете это все делать. Дальше происходит очень интересный момент. Я сказал, жизненный цикл семьи. Все возвращается обратно, условно говоря, к диаде. Когда из семьи выпрыгивают дети, они формируют свою монаду. Да, они являются частью вашей семьи, которую вы сформировали, но дальше формируется диада. Это когда остается два участника, когда все дети вылетели из гнезда, и остается диада, а там дальше заканчивается, опять выходит и печально звучит, с одной стороны это красиво, все-таки это жизнь, опять появляется монада. Что самое интересное, человек, который создав свою семью, передав свои какие-то ценности своему поколению, своим детям, он продолжает жить своей семьей. И когда мы видим, что бабушки, дедушки остаются одни, мы думаем, что они одиноки. На самом деле это не так. Они не одиноки. Они живут своей жизнью, они живут своей семьей, потому что они ее создали. Дети являются плодом их труда, их семейных ценностей, их тех устоев, которые они смогли за это жизнь передать. Я просто хочу всем сказать, что когда вы занимаетесь воспитанием детства для женщин, не делайте себе подобных детей. Пускай они сами будут творцами своей жизни. Не надо, чтобы были такие же клоны, как мы сами. Дайте ему в виде своих примеров. Во-первых, это невозможно сделать все удовольствие, потому что в принципе разные возрастные... Возвращаясь к этой замечательной книге. Для мужчин очень важно, как зарабатывает мужчина. Каким способом. Как он относится к воспитанию детей. Бьет он их. Оскорбляет. Все это может быть неприемлемо вашему ребенку. И он не будет повторять то, что принесило ему дискомфорт, унижение и боль. Это говорит о том, что мы учимся на примерах. Примеры должны быть для наших детей положительными. Опять же, мы должны формировать в них некое критическое мышление, что если ты, наверное, так будешь делать, ну не становиться же алкоголиком. Правильно? То есть алкоголиками это становится по многим причинам. И одна из них причина – это потеря самооценки своей. То есть ты перестаешь себя ценить. И ты падаешь в глазах. И самый лучший способ – это налить бокал крепкого, хорошего пойла и забыться. И тем самым… Наверное, крепкого, хорошего пойла. Там уже будет пойла плохое. Ну что, как думаешь, как у нас сегодня ролик? Хороший сегодня получился выпуск? Хороший, да. Тоже по поводу книги. Есть же у меня моя книга, да? Да, давай. Это «Повесть Люцифера». Если хотите, почитайте. Вот там как раз… Давай, расскажи сразу. Понимаешь, скажешь. Как Люцифер и как соотносится с своей религией? Вот сразу. Не все же знают. Кто такой Люцифер? Я с тобой говорил о том, что мы сейчас с тобой говорили, что есть понятие, которое нас трактует совершенно по-разному. По Люцифер нет ничего плохого в этом. Почитайте историю имени появилось, когда оно, почему Люцифер, и в итоге, почему все-таки дьявола позвали Люцифером. Ничего подобного нет. Люцифер – это несущий свет. Любого человека. Ангел, несущий свет, правильно? Без разницы. Ангел, не ангел. Имя просто как переводится дословно. Он несет свет. Севрейского, да? Я правильно? Там… Там… Да не то, что севрейского. Там еще более древние времена происходят. Самого появления имени. Это первая звезда, которая на небе зажигается. Вот она и несет свет. Любого человека, кто несет какую-то правду, истину, кого-то просветляет, его можно назвать Люцифером спокойно. Это я, походу, делаю. Любого абсолютно. И здесь не нужно приписывать, как раз темное какое-то понятие этого имени. Это, знаешь, всегда вспоминаю «Звездные войны» по этому поводу, да? То, что если ты, по идее, стал злой, да, ситхом, к примеру, ты получаешь новое имя там. Все. Тебя никак не связывают больше с тем именем, потому что это совершенно иной смысл того имени. Поэтому, да, может быть, Люцифер был этим, как раз, ангелом, который стал демоном, но нет, он стал дьяволом. Все. Люцифер, дьявол, несовместимые вещи абсолютно. Но невозможно давать светлое имя, как темное имя. Нет. Такого понятия. Это, знаешь, что я сейчас сказал очень важно. Это просто, это заблуждение, то, которое еще в древние времена, один из трактователей Библии, когда переводил ее там на язык, на другой, с одного языка, он после того, чтобы слишком больше написать, большой текст, описание дьявола, он просто написал Люцифер. Когда там писалось описание дьявола, что-то типа самый светлый ангел там и так далее, он просто написал Люцифер. Ну, светлый же ангел, Люцифер пусть будет. И вот с того, именно это и пошло. С точки зрения как бы кинематографа, режиссуры, сценариста, сценаризм, да, то есть, хороший сценарий, я бы сказал так, для хорошего фильма и почему бы нет, потому что, ты знаешь, вообще людей очень сильно волнуют жизненные простые ситуации, ну, вот то, что с ними происходит вот в обычной жизни. И если есть какой-то пример более поучительный, как мне сделать так, чтобы не стать плохим, он как раз очень сильно влияет на формирование сознания человека. Потому что человек, любое дитя рожденное, это как, знаете, вот как чистый белый лист. Вы просто смотрите на ребенка как белый чистый лист. Вы, как родители, передаете самое главное улыбку, настроение, эмоции. Вы учите его ходить, писать, читать. Дальше он сам будет развиваться, но вы так или иначе, вот я сегодня рассказывал про жизненный цикл семьи, так или иначе вы будете на него влиять. Он сохранит эти базовые настройки и пронесет их всю свою жизнь и передаст другому поколению. Поэтому, знаете, вот волнение каких-то, я имею в виду, про жизненные общественные ценности, они останутся ценностями. Но в тех или иных ситуациях мы как люди, мы все равно в принятии каких-то решений все равно руководствуемся какими-то личностями. Ну, понимаем, что будет оценено это обществом. Ну что? Так я там про книгу-то не закончил. Давай про книгу. Продолжим. А то я же опять заговорю. Да. Ну вот я просто сейчас объяснил само трактование имени, да, Люцифер. И вот поэтому, в принципе, я просто специально ее так назвал. Это такая провокация с моей стороны была. Маркетинговый ход. Маркетинговый ход, да. Я назвал ее специально, чтобы все задавались вопросом и думали, ух, как это все ужасно и плохо. То есть книга рассчитана на какого-то определенного читателя, о котором можно задумываться. Ну, ты знаешь, вот это... С самого начала ее названия. Это те, которые хотят как бы получить оправдание в том, что они, ну, они приверженцы, грубо говоря, чего-то, как им там кажется. У меня был, да. Не зная, не зная, как бы, история. А вторые люди, понимая, что, что это такое, да, как это можно, это тоже вызывает какую-то эмоцию, да, то есть, ну, с точки зрения, опять же, кинематографа, важная задача вообще, что сделать. Фильм смотрит тот, который вызывает бурю эмоций. Бурю эмоций, да. Если же вы просто поставите красивых актеров прекрасный мужик и спецэффект, то это все ерунда. Это все развалится и станет очень скучным. Вот. Самое главное, это все-таки эмоциональная составляющая, которая ожидается в произведениях. И в этой книге, кажется, и пишется становление. То есть, ты спрашиваешь у меня, что ждет Россия, не только Россия, весь мир, то почитайте, что ждет, в принципе. Там многие вещи, которые сейчас происходят, они там предсказаны. Они там были написаны много еще там в 12-м году, в 11-м году, то, что именно сейчас происходит. Можно сказать, проанализированы и сделаны определенные выводы. На определенные выводы, да. Там, наверное, состоит из трех частей. Там первая часть. Ну, то же самое, что я сейчас озвучил, руководство с каким-то своим. Там первая часть. Это прошлое человечество, потом есть настоящее человечество и будущее человечество, то, что будет происходить. И, в принципе, там каждый найдет себя. Каждый найдет себя. Я так пишу. Там слоган получается, я не помню. А это твоя душа, это твоя жизнь, это твой мир. Ты сам вот таким сделал. Да. Ты в нем живешь. Да, да. Так оно и есть. Там, просто, бери, читайте, не тормозите на первых плавах. Помню, что я говорил, да, что несколько раз, что не существует ограничение. Потому что, ну, твой мир, все, что ты создаешь. А, это твой мир, ты его такими создал, ты в нем живешь. Да. Это хорошая нота для того, чтобы закончить наш замечательный диалог и интервью. Я тебя, кстати, Глеб, очень благодарю, что ты согласился прийти. Очень интересная тема. политическая ситуация в стране. Ну, мы обо всем немножко поговорили, потому что не может так, что, знаешь, вот тут политика, тут экономика, тут социальная составляющая. Все вещи взаимосвязаны полностью. Да, ты правильно говоришь, все взаимосвязаны. Поэтому я надеюсь, что ты и в следующий раз придешь. Обсудим, возможно, уже технологии, может быть, образовательную какую-то среду. Ну, все, что надумаешь, там, в общем, будет что сказать, приходи. Ты знаешь мое личное мнение насчет образования. Ну, слушай, это надо просто переводить в отдельную тему. Обязательно, те, кто посмотрел, поставьте лайк, напишите какой-то комментарий. Комментарий желательно от 4 до 5 слов, минимум там, для того, чтобы, если вас ролик действительно затронул, и вы хотите, чтобы его увидели как можно другие люди, ну, поделиться можно, но если не хотите, напишите, ну, поставьте лайк и напишите какой-то комментарий. это будет просто помогать видео расти, двигаться, продвигаться. Это не потому, что вот мне так лично хочется, а потому, что если вы благодарны все-таки проделанной работе, еще раз говорю, люди приходят в магазин, не задумываясь над тем, что делается в магазине, какая проделана большая гигантская работа. Там тоже такие же, как мы с вами, работают обычные люди, которые хотят тоже чего-то. Вот, поэтому это все работа. Если вы действительно чувствуете какое-то вот, ну, желание, сопричастность, осуществить вот небольшое такие вот действия. Что-то долго про это говорю, поставьте лайки и напишите комментарий. На этом все. Может, какие-то вопросы, если есть, пишите вопросы. Вот, если будет оно с Глебом, то обязательно пишите и это самое, участвуйте в интерактивных подкастах. На этом все, спасибо большое, пока. Всем пока.